Год назад я записывал, у меня был онлайн там 150 человек, я не помню точно сколько, я записывал видео себе послание в будущее через год. Это такой кайф, посмотрите, ребят, может у кого-то прям мотивация появится сильная. Ребят, привет, мои хорошие, вот, это я, это я, это вот, вот ты сейчас смоешь это из будущего, я не знаю, гядь, что с тобой будет, я тебе, знаешь, что хочу сказать? Если ты про**ал всё, всё, что у тебя было, ничего страшного делать, жизненно такая штука, главное жи и главное кайфуй. А если ты не про**ал, то тебе сейчас будет это очень весело смотреть. Чати, привет, мои хорошие, я вам через год, я вам через год покажу это видео, ребят. Я сегодня ехал в такси, нашёл это видео, обнаруживал на телефоне, ехал в такси, я просто заплакал, просто слёзы пошли, зарыдал, как придурок, не знаю почему. Смотрите, какие дурочки, блядь, смотрите, все, все здесь, все на месте, блядь, через год здесь платье, блядь, блядь. А на момент видоса с шадоу кеком уже был знаком? Вроде да. Это, мне кажется, август, начало августа, скорее всего. Черт, ваше предположение, куда я вложила деньги? В посуду, блядь. Эта дура сегодня нахуй купила, сколько ты денег потратила в Икеа, ебанашка? Ну скажу. Сколько ты потратила денег в Икеа, блядь? Какая разница? Короче, я сегодня с утра просыпаюсь от того, что холодно. Смотрю, окно открыто настиж, нахуй, ну так, только родители говорят, ну похуй того, что говорю. Настиж. 9 градусов, окно открыто, я лежу голый в трусах. Заходит Влад, точнее, я не понимаю, где все звуков в квартире нет. Я открываю глаза, не понимаю, что происходит. И Влад выходит из гардероба, вы прикиньте, блядь. Первое, что спрашиваю, где Анька? Он говорит, ее вроде нет дома. Я смотрю, время 12, что за хуйня, блядь, она спит до 6 часов, до 5. Я смотрю, сообщений нет. Она не в сети. Я звоню, говорю, ты где, дура, блядь, блядь? Ну я так не сказал, я сказал, ты где, ебанут, ебанушка? Он на меня наорал. Потому что... Он спит, хуй знает до скольки. И пока он спит, я поехала заниматься полезными, сука, делами. Сука, хорошего... Могла предупредить, блядь! Дай сказать! Ты могла предупредить, нахуй! Ты на меня на стулом нагел. Ой, прости, пожалуйста. Ты могла предупредить? Подожди, ты могла предупредить? Ты спал. Я была уверена, что пока я приеду, ты будешь спать. Ебанутая, я при тебе, я при тебе вечером, когда ложилась спать, ты была в комнате, я говорю. Алиса, поставь бутильник на 12 часов, нахуй. Я чё, блядь, должна вспомнить, нахуй, насколько ты эту Алису поставил? В любом случае, я сижу в авиапарке, я купила тарелочки, постельное белье домой. Всякие умывалки, швабры, щетки. Ага. Купила тебе завтрак, кофе. Ты мне, он мне звонит и начинает пиздеть на меня. Я с утра... Прям с агрессией. Знаешь, почему я так сделал? Потому что с утра у меня всегда хуевое настроение. А во-первых, а тут сыграло что? Сыграло то, что я замерз, потому что ты, нахуй, окно открыла, блядь. Потому что ты, блядь, вообще себя видел, нахуй, 8 метров. Ты весь потный лежишь, блядь, варень. Да хуй, а, потный, значит, надо открыть окно, где 10 градусов, чтобы меня простыло, продыло, продыло, нахуй я умер. Там солнце было, пока я была дома, было жарко. Ебать, я проснулся от того, что у меня хуй, в меня же залез от холода. Анька, ты чё, я шучу? Анька! Ты чё, ебакласька? Я же, я же... Меня аккуратней со мной. А, всё, я понял. Меня ПМС. А, всё. Меня ПМС, а он со мной так обращается, я с него в пылинке, значит, дымаю. Да, Анька, ну ты чё, опять плакаешь? Блядь, Ань, ну я же все, это же, я же просто ебла на стриме, блядь. Я не плачу. Я же не кричу на тебя так в естрима, блядь. Долик, где я плачу-то? Ну чё за хуйня, блядь? Панчоус. Где я плачу? Ну ты же знаешь, блядь, что я тебя люблю, ну чё ты, блядь? Где я плачу, Лёша? Чё ты? Я с тобой нормально обращаюсь, блядь. Я не плачу, блядь. С чего ты решила, что я плачу? Ну ладно тебе, я... Значит... Всего-то права. Взял. Блядь, и даже на стриме уже не покричайся. Напиздел на меня. Я с Кулеваном сижу. Он говорит, нахуй ты забрала куртку Влада. Блядь, я взяла куртку Влада, потому что на улице, блядь, жарко, а у меня только тёплая куртка. Потому что Влад обычно тоже дома, а он уехал сегодня куда-то там. В электросталь, у него проблемы со здоровьем. Всё, дальше молчи. Оху, ёлка. Ладно. Дай мне сказать. Всего? У меня на стримах тоже так много разговаривали. Ну ладно. Короче. Я ничего не могу. А ты закрой уши, пожалуйста. Ну мне надо какого-то сказать. Ты меня не зли. Надо какого-то сказать аудитории. Ты меня не зли. Звонит мне. Я сижу в хорошем настроении. Сейчас собираюсь идти покупать ему завтрак. Кофе там на каком-то молоке. Равчик. Вафелька, блядь, с мороженым. С палочками, блядь, шоколадными. С ягодками. Он звонит. Начинает выёбываться на меня, что я взяла куртку Влада. Говорит, а чё ты, блядь, взяла, блядь? Я такая, не хуйня себе. Начинает выёбываться на меня, что меня, блядь, нет дома. Я ничего не написала. Окно открыто. Проснулся. Блядь, ты маленькая, я, блядь, за тебя отвечаю перед твоей мамой. Я просыпаюсь в 12 часов, тебя в квартире нет. И ты мне ничего не предупредил. Я думаю, да, блядь, мне твоя мама голову за... Мне твоя мама, это, блядь. А куда ты пропала, блядь? Так ничего, что Хулимана тоже не было. Так я чё, ебу, Влад такой... Куда я буду попасть-то могла, скажи, пожалуйста, из квартиры. А её нет. Меня кто-то украл, блядь, из квартиры. Хулиман? Махачкалу ебанула. У меня было такое хорошее настроение. Я сижу, уже собираюсь за завтраком идти, он мне звонит, пиздит на меня. Всё, я такая... Тихо. Всё, я говорю, всё, ладно, давай, давай. Вот почему на меня вот всё время... Нет. Всё время кто-то делает разоблачающий стрим, блядь. Нет. Какой разоблачающий стрим, блядь? Какой я хуйло, блядь? Я хочу сказать! Дай договорить. Разоблачающий стрим. Я тебе кто? ТАТИХО! Прости. Я сижу на высаде, вот такая на меня напиздели, я ва**ая, вот такая вот... Ну всё, хватит плакать дальше. Солнышко. Ну вот, слезами можно всего добиться, запомните. Давай. Ты сейчас знаешь, что делать? Я швабру купила. Стрим выключите. Теперь две швабры. Слезами можно добиться. Говори на стриме, блядь, какой ты крутой хакер, блядь. Мааача. А потом что? Ааа, полы будешь мыть. Понял? Слушай, ну по-моему, ты перегнула, блядь. Тихо. Я такая, всё, ладно, давай. Я там приеду. Постаралась нормально разрулить ситуацию. Там всё, я, ладно, могу там отправить такси, не знаю, доставкой. Не знаю, он напиздел там, попиздел. Да, всё мне надо. Я вот такая сижу. Хулейман просто меня, блядь, держит в себе. Я вот такая сижу. Обостро, наверное. Я же не знаю, какой у тебя будет распорядок дня. У тебя что? пощечину я встал пошел восемь утра до пуху я знаю на меня с утра еще больше у нас мы разговариваем кого-то вместе 10 лет ты на меня с утра еще больше чем по телефону чтоб тебя бдить спит и лапочка заебал я сама пойду и разберусь с нашими делами а ты отдохнешь потому что у тебя будет сложный день где за паспортом пиздавать я думал знаете когда люди ссорятся типа после когда люди ссорятся они типа потом ебутся вся хуя думал врук такая же хуя сработает мало ли типа она кричит на меня потом резко меня блять засасывает страстно это я бы кайфанул но слава богу он исправил ситуацию мне все равно было обидно я на нее напиздел а потом я понял я напиздел ебать стыдно стало я пишу извини пожалуйста еще расскажи как я вчера всю квартиру прибрала я сколько прибиралась четыре часа я тебя заставил ты живешь в этой квартире у каждого есть свои обязанности мои обязанности уплотить 65 тысяч месяц твои обязанности сверкать своей красотой в этой квартире что приятно стало я же ничего не сказал плохого я подумала ты сейчас скажешь квартиру выйти делара значит так я понял что это неуважительно говорит что ты похожа на делару делара делара похожа на тебя а делара девушка моргенштерна а моргенштерн это кто это блин нихуя себе моргенштерн то есть я как моргенштерн только еще лучше потому что ты еще красивее чем делара я не могу понять я унизил или я хорошо сказал короче ты вообще почему девушки не будет с таким базаром у меня меня девушки не будет рано или поздно у меня такого какое есть полюбит какая-нибудь дурочка ебанутая надеюсь я сейчас окно закрою у меня я сделала носочки масочку теперь у меня морозит ножки у меня болят ноги мне кажется я сожгла кожу ноги мне в чате подсказывают что пора завалить ебала но я вам что проходил курсы пика большой проходил курсы как правильно общаться девушка я говорю дыши так как у меня на душе и сейчас я душевно больно спасибо огромное ребятки за платные подписки я вас очень сильно люблю дай вам бог терпения и здоровья терпение если вот вашей квартире будет друг в ад это там вообще терпение надо а не можно буду твоим моргенштерн и луксор спасибо за 50 они не сядьте на лицо почему потому что 50 рублей это слишком мало для такого 50 тысяч рублей донате и возможно она грязные трусики своей до степени что я не так сказал то опять надеюсь все эти оксана это не смотрит это все приколы накрась меня как это да почему нет и рл стримов потому что я дико устал от них я дико перегорел потому что я сделал все что можно было я делал одно и то же на протяжении нескольких месяцев с рл стримов где я делаю два часа и рл стрима точнее 4 два у меня два парадеевича после этого я 24 часа просто афк я не могу существовать inside info парадеевич летит турцию и мы знаете что устроим мы будем в параллели стримить 2 рл стрима и кто больше заработает денег за 12 часов кто больше заработает тому отдает свою часть противник сука надо придумать что продавать надо что-нибудь купить на стриме и продавать это а мне уже нравится ебать я на фэшн мадемуазель а вот это уже не нравится какая-то жесткость ты бы еще наручники на меня надела они есть только триммером греешься да я не вижу бритвы это опасно ты можешь порезаться и кровь пойдет охуна надо ты потом умываться будешь да не спать лягу гулять пойду вот эта хуйта стоит четыре тысячи с половиной ты на меня сейчас сколько нанесла денег вот это хуйта стоит четыре тысячи как же вам не повезло в плане того что вам нужно покупать тоналки они все если вы хотите я просто хочу нормально тоннуто все это профессионально но не профессионально просто хороший стал аудер лицо поверни сколько дыр лицо дай все три как угли кстати получше чем тебя красит получше чем я вообще выгляжу на меня смотри не ругайся мужики я свой ёлки иголки у меня деперсонализация я вижу себя и у меня еще не что дни я у машин что мне очень некомфортно в данном образе не нормально продолжай надо выходить зона комфорта тебе надо быть этим этой визажистом поэтому программистом хочешь быть нет я имею ввиду что мне не интересно красить расскажи что-то очень умное не нужно засматриваться в будущее смотреть будущее живи этим днем потому что день может стать последним анька дай роли клубе не понял не понял объяснил эту фразу что я даже и ничего не касаюсь ну у меня очень чувствительные и бусосины держись еще нормально все почему держись я на улице пойду теперь можно на зону этапом чего я куплю эти кружевные трусики у меня такое нравится бля ну и кто там ситуация такая не обращай внимание это всего лишь пятница и сейчас бы с этим макияжем в чат рулетку я так хотел поразговаривать там с людьми сука ну да можно записать от рулетку парадич так делал но это видео нельзя будет смотреть на стриме точно мама и папу видит это видео нарезку стрима блядь на ютубе это пиздец надо будет долго с ними разговаривать все я с мамой так пен поговорил 15 минут а не было свидетелем этого разговора и такие разговоры у меня каждый день ну не каждый день каждый разговор вот такой как сегодня мама мне вчера кидает видео ватсапе с названием как татуировки убивают и пишет мне сообщение алешенька прости пожалуйста послушай что говорит врач я бы так не хотелось чтобы ты себе купил здоровье я очень люблю целую твоя мама мама молодец но сука она всегда находит на ютубе псевдо врачей этих ящих которые потом просто снимать видео на ютубе потом за консультации берут деньги у бабушек глупых у которых youtube появился на планшетах сяоми и сегодня 15 минут она мне говорила про татуировки и про бога ладно просто про бога тут еще про вред татуировок ребят не обращать внимание просто подрался реально подъезде со своим отражением так сейчас я буду своим друзьям звонить я чисто чуть тетя наташа я продавщица сосисек в тесте сука уж в школе у вас ну что это теряна джокера похож я на лысейщую женщину похож пожилую лет наблюдения за своей тете за своими родственниками слабишь на чё за брикит брат хочу не так то сашка привет видео видеоролики видеозаписи включил ну и тёты и что это у тебя тут почему грязный запачкался что ли не запачкался ну я знаю чего тебя позвонить нельзя козел дыша отыграл реакцию хуй ловли иллюшка привет видеокамеру тим это я эти не разбудил я вот тут это стримлю тут не понял я хотел спросить когда мы в баню пойдем так в банку то когда пойдем да ну ладно тогда ну тогда до вечера это камеру включил ты не хочешь сегодня увидеться витёк не знаю где-то в 23 примерно ну типа там можем баню можем они съездить почему рофл а хорошо ладно хорошо там кровати кровать есть ладно у меня наручники ой отлично да но все тогда ведь целую тебя жжо давайте жжо позвоню серёжка может сказано учета привет серёжка камеру включаю я хотел тебе предложить может сегодня пойдем куда-нибудь встретимся не за а ну неплохо можем принципе в чазы ты снимешь да я просто я сегодня ну сегодня же пятница дарик но я на как на выходной уже настроился у меня сегодня выходной спасибо спасибо серёж я тоже рад за такую поддержку у меня есть смелости и уверенность в своих жизнях спасибо спасибо большое серёж я очень рад за такую поддержку у меня есть такие друзья все целую пока пока целую тебя удачи и лапуля привет катюш как дела привет нормально твои как да вот нормально может может посмотреть я решил все-таки больше не стесняться и сказать слушай лёж ну я в принципе это понимала и я принимаю как считаю все твои решения ну ладно я был рад услышать твое мнение спасибо тебе большое катя за все спасибо родная спасибо солнышко ладно ребят все я полетел они сегодня что должен стримить все покедово ребятки пока всем долго и Субтитры сделал DimaTorzok